Всем привет! Вы на StopGame.ru, и нам сегодня есть что рассказать. Начнем день с лучшего, то есть с халявы. Steam Database уже не раз снабжал нас хорошими новостями, вот и сейчас порадовал. Согласно опубликованной на сайте таблице, с 27 апреля по 1 мая, в сами знаете каком магазине будет проходить раздача Total War Sögun 2. Триумфальное возвращение серии в Японию периода воюющих провинций, напомню, состоялось в 2011 году, снизкав одобрение критиков и любовь игроков. Многие называют второго Sögun'а лучшей из Total War, с чем я лично полностью согласен. Выверенный, аутентичный графический стиль, живописнейшие ландшафты, вдохновленная позднефеодальными отношениями игровая механика и приятная локальность событий не позволили игре кануть в лету. Тогда она получила от нас изумительно, и нет никаких оснований пересматривать эту оценку. Так что всем любителям стратегий, у которых Sögun еще почему-то не куплен, настоятельно рекомендую отметить дату в календаре. А с 16 по 19 апреля состоятся открытые выходные в Total War Warhammer 2, другой заметной игре франшизы, где привычные геймплеи разбавляются невероятным разнообразием фракций, героями и исполинскими чудовищами. Специально для тех, кто хотел грабить побережье на Эльдарских Черных Кораблях, но почему-то не мог. Праздник прямо какой-то свалился на любителей тотальной войны. А вот, представляете, это не вся радость для бывалых полководцев. Нежданно-негаданно студия Firaxis анонсировала продолжение тактической стратегии XCOM 2. XCOM Химера Скват События игры развернутся спустя 5 лет после того, как мы все рассказали инопланетным оккупантам о матери Кузьмы. Люди, пришельцы и их гибриды пытаются ужиться друг с другом, но получается не всегда успешно. Политики сосуществования ШОПУ СОСУЩЕСТВАЛЯНИЕ! препятствуют всякие подпольщики, да и вообще захваты с революциями редко ведут к повальной законности и благоденствию. Поэтому нам под командование выдают вынесенный в заголовок отряд Химера. Панду из разного сброда, порой инопланетного, с которой и придется устанавливать правопорядок. В отряде числится 11 оперативников, и это, похоже, предел. Они наделены характерами и индивидуальными способностями, так что эти кучки кадров прошлых частей, когда бойцы могли помирать целыми взводами, ожидать вряд ли стоит. Химера Скват напоминает скорее Rainbow Six Siege в тактической обертке. Вон, даже клэш своя есть, пусть и не такая страшная. А с режимом Штурм, когда вы расставляете оперативников по сторонам здания и красочно вламываетесь под спецэффекты, сходство вообще становится подозрительным. Выходит игра 24 апреля. Сейчас купить ее в Steam можно за 500... Простите, 499 рублей. А с 1 мая цена возрастет до 999. Ремейк Resident Evil 3 наделал шума, полюбился фанатам, но... Есть ли такие, кому он показался излишне новаторским? Вот поклонница игры под ником Syuzi полагает, что в пропавшей при переносе статичной камере был свой шарм. С ней Джилл казалась маленькой и беззащитной. На нее словно давили стены и крайне недружелюбное окружение. И девушка решила показать, как могла бы выглядеть игра, если камеру отклеить от главной героини и прибить к потолку. А мы решили показать вам. Не совсем понятно, как Syuzi добилась такого эффекта, ведь фоторежима в игре пока нет. Но догадки имеются. Посмотрите новость на сайте, если любопытно. Ну и как вам вообще? Интересно выглядит такой ракурс. Готовы ради него отказаться от завлекающих анимаций самых разных частей тела Джилл Валентайн. А теперь печальная новость. Актер озвучки Рик Мэй, известный главным образом как «Голос солдата» из Team Fortress 2, и так имел проблемы со здоровьем. Ранее поборол рак, пережил сердечный приступ, а вот коронавирус уже не одолел. Увы, не только финансово бьет пандемия по нашей индустрии. Ну ладно, давайте выправлять настроение. Чем? Да опять халявы, конечно. В этот раз подарок от Sony. С 16 апреля по 6 мая компания раздает Uncharted, Nathan Drake, коллекция и уединенное путешествие Journey, что особенно символично, учитывая, что делается это в рамках инициативы Play at Home. Кроме этого, издатель выделил 10 миллионов долларов на создание фонда поддержки инди-разработчиков, чтобы те ненароком не загнулись в кризис. А Ubisoft тем временем вторую часть Assassin's Creed дарит любому желающему. Все в общем делают, лишь бы вы дома сидели и улицу только в окно наблюдали. У нас на сайте тоже не без обновок. Вас ждут превью Company of Crime, вы не поверите, еще одна стратегия в духе XCOM, нарезка замеса в Call of Duty Modern Warfare и разбор полетов по игре Prey. Еще той, первой. Всем счастливо, всем пока!